На всю округу пошла слава о чудесной шкатурке. Большие им деньги за нее давали. Подари-ка мне цветочек один. Выбирай какой гляньте. Ишь ты, самый лучший выбрал. А где нашла такой? У Змеиной горки. В сентябре. Единственный раз в году на Змеиный праздник расцветает каменный цветок. Да никакого каменного цветка нету. Есть каменный цветок. Есть. А я заглядил. Именно к этому дню мы приурочили выпуск уникальной книги-альбома о создании первого в стране цветного полнометражного художественного фильма. Какого? Разве вы не знаете? Конечно, каменный цветок. В этом году фильму исполнилось 75 лет. Вот скажите, каким образом в конце Великой Отечественной войны без известной нам сегодня супердорогой техники, без компьютерной обработки, с небывалым дефицитом всего, вплоть до ниток, знаменитому киносказочнику Александру Птушко удалось снять первую в стране цветную ленту. И не о чем-нибудь, а о подземных сокровищах. Фантастические декорации, потрясающие костюмы, феерия самоцветов. Фильм произвел фурор на первом международном Камском фестивале, где получил главный приз за цвет. Фильм до сих пор впечатляет и даже избалованного зрителя. А знаете ли вы, почему в «Цвете» решили сделать именно сказку о каменном цветке, хотя параллельно шли съемки знаменитой «Золушки»? И как Олд Дисней заманивал режиссера Птушко на работу в Голливуд? И зачем великий киносказочник прямо во время премьеры во Франции выбежал из зрительного зала, ворвался в кинобудку и перекрыл луч проектора своей ладонью? Расскажу, зачем художнику по костюмам Ольге Кручининой понадобился дрессированный соболь? И кого из актеров Павел Петрович Бажов назвал худшим типом артиста? А кого он потребовал утвердить на роль без всяких кинопроб? И «Вишенка на торте» — эксклюзивные, потрясающие фотографии со съемочной площадки, большинство из которых и не публиковались ни разу. Фото предоставили для этой книги киноконцерн «Мосфильм», Государственный центральный музей кино и многие другие музеи, в том числе и чудом сохранившиеся эскизы знаменитых в стране декораторов фильма. Альбом, доверху наполненный уникальными снимками, а еще мелодии, голоса эпохи, их можно будет даже послушать, не только прочитать о них. Неожиданные факты, воспоминания — все это на 200 страницах книги. Главный цветок страны советов. Без сомнения, книга станет прекрасным эксклюзивным подарком и украшением вашей личной библиотеки. Дорогие друзья, почитатели Бажова, преданные уральцы и поклонники сказочного кинематографа, мы открыли предзаказ книги. Себестоимость одного экземпляра — 900 рублей. Именно по такой цене мы продаем книгу-альбом только для первых читателей. Спешите, тираж ограничен. 10% от продажи книги пойдут на восстановление уникального господского дома в Полевском, рядом с которым по задумке автора каменного цветка и разворачивались все события сказа. Не упустите возможность стать обладателем главного цветка страны советов и знать про него все. Заказать книгу можно на сайте полевской24.рф. Приятного и познавательного вам чтения. Такое видно наше с тобой положение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова